Очень рада поговорить с вами про медицину, такая, как сказать, актуальная очень тематика. Сейчас научусь тоже листать. Это, наверное, самая сложная задача. Ну вот, просыпаетесь вы рано утром, думаете, чего куда-то идти-то так далеко, анализы сдавать, это так сложно. И вот у человека, в принципе, скорее какая-то есть ассоциация такая, что как-то это все сложно с медициной, потом это еще с болью ассоциируется. И мы вот начали думать, а что нам такого сделать хорошего и позитивного для нашего потребителя, особенно когда вокруг тоже новостная повестка, она такая достаточно необычная. То есть у нас весь год что-то менялось, то у нас был ковид, то у нас какие-то разные политические события, которые так или иначе отвлекали пользователя. А тут самая главная задача. Мне вот звонят обычно близкие друзья, говорят, «Слушай, можешь дать какую-нибудь очень хорошую медсестру, у которой будет вот та волшебная игла-бабочка, и чтобы не было точно мгновения потом никаких синяков?» Я говорю, «Ну да, сделай». И вот мы стали смотреть вообще, что нам говорят пользователи. И идти в первую очередь и ставить на первое место человека и их потребности. Стали понимать, что с нашим пользователем в первую очередь нужно говорить на простом, доступном, понятном языке, снять их стресс, тревожность. Конечно же, мы не можем, как сказать, перевернуть экономику, она такая, какая она есть, но нам нужно было немножечко аккуратно простимулировать спрос то, о чем мечтает любая компания. И мы стали думать, как вообще разговаривать с пользователем вот сейчас на какие-то сложные темы, потому что скидки акций висят абсолютно везде. Вроде там стать доставкой еды, наверное, тоже как-то странно. И уровень конкурентного окружения очень большой. И обычно всеми в медицине говорят о каких-то очень сложных вещах. У нас там самые лучшие технологии, у нас самые передовые знания. И потребитель перегружен. То есть для него медицина – это что-то такое, где белые стены, и я там один. И как бы возникает вопрос, а как нам помочь потребителю так себя не чувствовать. И мы сделали довольно такую веселую историю, можно ее назвать веселой. Мы показали потребителю то, что анализы, сдать анализы – это очень просто. Тут как раз коллеги рассказывали из самоката, тренд потребительский. Что-то такое быстро ко мне приходит домой, очень легко, доступно, понятно. И у меня есть какое-то гарантированное ожидание, какой результат я получу. И мы говорили о том, что забота о здоровье – это так же просто, как заказать пиццу, как узнать прогноз погоды со всеми сервисами. И была задача довольно оперативно все-все каналы, с которыми сталкивается пользователь, сделать новый концепт. Мы обновили сайт, мы сделали новую коммуникацию на лендингах, очень простую, чтобы человек сразу понимал, о чем идет речь. И, соответственно, сделали 360 компаний. Сама по себе 360 компаний – это не что-то такое новое для рекламного рынка. Скорее была задача согласовать те самые медийные носители, пиар-носители, цифровую рекламу со всем тем, что мы делаем в том числе внутри. И, соответственно, шла заметная реклама на наружке. Мы делали интеграцию с блогерами. И на самом деле, вот я тоже слушаю выступление, 5 минут, ага, что все более и более на самом деле блогеры хорошо работают. И одна из была больших задач – это вот все, что у нас происходит внутри, звонки, трафик на сайт, как отвечают администраторы. Мы сделали прям целые скрипты, чтобы немножко поменять тональность, как мы говорим с пользователем, в соцсетях, в Телеграме, в колл-центре. И, в принципе, мы увидели довольно позитивный результат. Это вторая волна, которую мы уже делаем вот в этом новом позиционировании. То есть у нас выросли продажи тестов, у нас выросло количество звонков, и у нас вырос трафик на сайт. Мы сравнили, насколько мы выросли относительно прямых конкурентов. Вы видели, что выросли на 20%. Я чуть-чуть начну перелистывать. Было несколько замеров. На самом деле замеры – это сейчас все более и более важно. То есть был омниканальный инструмент АМИ, у нас были точечные инструменты для каждого канала. Мы запускали RTB-сетки, они реально хорошо работают. И мы посмотрели, насколько в целом мы выросли за компанией. Получается, где-то прирост 8% по поиску, и, соответственно, довольно хороший результат, в принципе, по узнаванию рекламы. С точки зрения, наверное, таких полезных каких-то выводов, мы поняли, что действительно работает, когда несколько каналов одновременно. Смотрели, как менялись отзывы в социальных сетях, и стали видеть, что да, нам стали чаще говорить, слушайте, а вот с нами были вежливые. Здорово, а вот можно я попаду к той самой медсестре? Потому что в лабораторной тематике нет лица врача. То есть человек просто доверяет в первую очередь бренду, что куда бы он ни пришел, где бы он ни находился, придя в офис, он получит некий стандартный набор очень качественного сервиса. И мы поняли, что хорошо бы расширить микс каналов, еще чуть-чуть добавить call to action, это всегда помогает, и, соответственно, увидели рост выручки. И буду рада поотвечать на вопросы. Отличное выступление, мне кажется, очень исчерпывающее. Единственный совсем маленький вопрос. Понятно, что 360 стратегия, она не новая, но почему именно сейчас, Маш, вы ее применяете? Ну вот мы смотрели, да, как взбодрить наших пользователей. Если им говорить рационально, смотри, у нас какая-то безумная скидка, мы самые лучшие, у нас самые лучшие технологии, кажется, что это перестало работать. И мы стали понимать, что хорошо разговаривать с потребителями на их языке и говорить на языке эмоций, эмпатии. В принципе, сейчас смотрю, многие бренды стали так говорить. И, кстати, в тему нейросети мы тоже стали перекрашивать все, соответственно, изображения, чтобы они были немножечко обработаны сеткой. И заодно хочу поблагодарить наших партнеров. Это ОМД и компания «Сокворк», кто нам помогали делать 360. Супер, спасибо огромное. Благодарим Марию за выступление.